здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать третьем уроке видеокурса уникальные виджеты в adobe muse на очереди у нас очередной виджет иконок только здесь добавлен новые эффекты при наведении вы видите можно сделать чтобы у нас получалась вот такая вот тень также тень можно менять цвет да и немаловажный момент как обычно можно выставить здесь ссылку на иконку и очень часто бывает такое что нужно чтобы ссылка открылась в новом окне очень часто бывает что такой возможности нету а здесь как бы такое присутствие то есть мы кликаем и в новом окне открывается адрес который я указал давайте перейдем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета давайте посмотрим виджет здесь все то же самое наверху ссылка на сервис иконок здесь вставляете ту иконку который вам нужно ниже для нее url дальше смотрите background это заливка для нашей иконки давайте зальем hover здесь уже вот в принципе вы должны понимать уже все как тут устроен потому что здесь аналогично как из предыдущих уроков hover это при наведении например делают чуть темнее shadow это тень та тень которая появляется при наведении вы видели да давайте сделаем например черную икон color цвет иконочки видно прямо на виджете что она белая да давайте сделаем темную дальше border radius это скругленные углы и наши кнопки можете управлять стрелочками больше меньше icon size размер самой иконочки давайте сделаем 100 target это вот как раз таки как открыть ссылку первое это в этом же окне nav window это открыть ссылку в новом окне то есть ссылку от которой укажете вы здесь в поле link padding это внутренний отступ отступ от верхнего края нашей вот этой вот иконки по умолчанию 30 в принципе я не трогаю также можно вот за маркирочки вот так потянуть если она у вас не квадратно сделать ее квадратный и у нас с вами кнопочка готова давайте пройдем в браузер и посмотрим вот визуально видно что сверху немного у нас больше расстояние или вы увеличиваете снизу за ползуночек вот за маркер кнопку если увеличивать не нужно то можно воспользоваться внутренним отступом сделать например 25 наверное много а вот кстати нормально то есть я сейчас букву f подвинул внутри нашего этого желтого контейнера чуть выше то есть это просто внутренний отступ и теперь она смотрится лучше на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем и и и и и и и и и